МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что? Ничего. Илья Иванович, мы всех на уши подняли, БУ подключили, ментов, глухо. В голове у тебя глухо, Толик. Как можно было про фукт президента? Мы вообще-то уволены. Официально, да. А неофициально ты своей тупой башкой отвечаешь за безопасность главы государства. Не может президент просто выйти из дома, сесть в такси и уехать непонятно куда. А если вдруг сегодня Абам прилетит, а? А со вчерашнего дня президент непонятно как, непонятно где. Тебя учить надо, Толя? Извините. Да. Угу. Понял. Понял. Ну, порадуй меня. Мы пробили по неофициальным источникам, подключили эзотериков. Аскольд Иванович видит, что президент жив, но он находится в каком-то замкнутом помещении в компании неизвестных. Поздравляю. Похоже, президента похитили. Толик. Я не отступлю от своих принципов никогда. Народу нужны перемены. Так что если хотите стрелять, то стреляйте. Но знайте, я счастлив умирить за свою страну. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики праву. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу. Вот тут набьют, а тут слуга народа. Но знайте, я счастлив умереть за своего царя. Так, в 1911 году в Киевском театре оперы и балета был убит Петр Аркадьевич Столыпин. Ребята, откройте окна. Вот такая замечательная история. Кем был на самом деле Столыпин? Великим реформатором? Или простым чиновником, неудачником? Не ясно. А вы сами как думаете, Василий Петрович? Я думаю, Столыпину было очень сложно работать в той системе, в которой ему пришлось работать. Тогда всех подряд уволить он не мог. Ужиться и прислуживать не хотел. Да и не умел, наверное. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Все, ребята. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Запишите задание на дом. Повторить параграфы 51-55. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Десятый Б. Чего мы сидим? Или звонок послышался только мне? Василий Петрович, расскажите, как оно прикольно быть президентом? А прикольно, Глотов, вы написали контрольную работу, обозвав золотую орду монголов фашистскими захватчиками. СМЕХ Это было прикольно. А насчет президентства, ребят, честно, по-моему, вы меня втянули в какую-то авантюру. Да. Василий Петрович, можно вас на минуточку? Все свободно и счастливо. Да, Александра Ивановна. Василий Петрович, что вы здесь делаете? Как что? Урок веду. Я по закону умею права совмещать. Дело не в этом, просто вы там пропали. Где? Там. В стране? Президент Голобородько розпочинає рішуче та сміливо, звертаючись до Верховної Ради, где он нагадал чиновникам, что они слугами народу, и наголосил на необходимости жить скромнейше, и с розумом витрачать деньги платников податков. Чиновники відмовились от ряда пильги, скоротили власный аппарат и выдатки на свои утримания. Ну а родзинкой стал переезд Верховної Ради, Кабинету Министров и Администрации Президента. Докладніше у сюжеті Дарини Токар. В это трудно поверить, но сейчас утро понедельника в центре Києва. Такої тишини, спокойствия центр столицы не знал уже давно. Этот праздник горожанам устроили чиновники, которые накануне массово покинули административные здания. Судя по всему, президент Голобородька не только знает, но и творит историю. И с его легкой руки в 21 веке состоялось новое великое переселение народов. Скажите, как вы восприняли решение о переезде? Я голосовал «за». Конечно «за». У нас главное – это освободить центр Києва. Мы вообще об этом давно говорили. Тем временем на окраине столицы жизнь бурлит. Чиновники осваиваются в новых зданиях, которые, к слову, было предложено осветить. Хочется верить, что это поможет нашим политикам, и вскоре мы увидим, как объединение ветопласти принесет свои первые плоды. Спасибо. Василий Петрович, вы что, хотели оставить страну без премьера? У меня чуть контрашки не хватило. Простите, пожалуйста, я не думал, что в отсутствие вызвали такой ажиотаж. Да ладно, перестаньте. В следующий раз, когда надумаете потеряться, хотя бы эсэмэсните. Я хотел, на мобилке закончились деньги. Ну ладно, спецназу отбой. Серьезно? Да. Вы все авиацию подняли. Спасибо, что напомнили. Истребителям отмена. А что нам оставалось сделать? В это клика начали. Сократили, уволили, приказали строго всех наказывать. И вдруг исчезли. Ничего себе. Как видите, Василий Петрович, ваш спич произвел фурор. Экология на подъеме. Нефтяные магнаты несут убытки. Все парламентарии и министры сегодня на велосипедах. Я, кстати, тоже. Да? Да. Вспомнил молодость. А мой вон синенький. Здорово. Я, честно говоря, приятно удивлен. Ну, вы сейчас удивитесь еще больше. Да? Заинтриговали. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Василий Петрович. Возьмите. Вы, можно сказать, вдохнули жизнь в угасающий костер украинской демократии. Добрый день. Все заработали, заактивничали, зашебуршили, забегали. Прошу вас. Спасибо. Вот так. Доброе утро, Василий Петрович. Доброе утро. Пресса и почта у вас на столе. Спасибо большое. Доброе утро. Хорошо, Василий Петрович. Угу. Ну, как вам кабинет? Ну, симпатично. Мы старались. Немного, правда, пафосно вам не кажется, Юрий Иванович? ДСП не бывает пафосным. ДСП? Да. Хорошо. А книги? Книги я принесла Егистом. Хорошо. А это подарок от меня. Это что, золото? Василий Петрович, вы глава государства. Я должен здесь принимать высокие гости. Разве что. А где вы расположились, Юрий Иванович? А я над вами. В том смысле, что мой кабинет над вашим. Весь кабмин на втором этаже. Ну, ясно. Неплохо. А рада? Пойдемте, я проведу вам мини-экскурсию. С удовольствием. Вы знаете, Василий Петрович, это потрясающая идея с переездом. Шпон. Шпон? Да. Это тоже шпон. Все органы, так сказать, в шаговой доступности. Старый паркет. Так. Да. Французский потолок. Повышный. А вот эту дорожку, кстати, Белочка тоже принесла из дома. Что, серьезно, что ли? СМЕХАЕТСЯ Шутка. У меня немножко избука. Я подумал, такая длинная дорожка. Нам все равно. Спасибо. А вот здесь, Василий Петрович, будут сидеть... Плохое слово. Будут работать народные избранники. Это неплохо. Только я не пойму, где тут поместятся. 450 человек. А я вам не сказал? Мы сократили Раду. Поставили 70 депутатов. Серьезно? Да. Нормально. Это не слишком радикально? Думаю, нет. Народ давно уже об этом говорит. Это правда. Многих нардепов вообще в глаза никто не видел. Приходят на первое заседание и тон. Только ради банкета. Да. Я с вами согласен, Белич. Ну, кому нужны такие услуги? Да. Василий Петрович, не садитесь. Вы что? Это проклятое место. Плохая бриллианка. Здравствуйте. Здравствуйте. Но есть одна проблема. Как оставшимся депутатам голосовать? Потому что систему Рада установить просто негде. Практически негде. Может, по старинке, руками. Да. Не будет никакого этого... Кнапкодавства. Каждый будет голосовать за себя. Да. А если депутат не придет на заседание? Можно его руку принести. Ну, как? Шучу, Василий Петрович. СМЕХ. 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 Кофейку? С удовольствием. А есть кафе? Да. Ну, вместо ресторана. Хорошо. Если так, все быстро у вас налаживается. Может, разберемся с долгами? Какими долгами? Ну, вот! Видел. Немного испугался. Я вас уволю. Да. С долгами. Бюджетником. Кому? Бюджетником. А где кафе? Кафе, по-моему, там. Бюджетником мы как раз вот думаем над этой проблемой. А что там думать, Юрий Иванович? Все просто. Смотрите, мы сократили госаппарат. Правильно? Правильно. Сэкономили около 500 миллионов. Правильно? Правильно. А бюджетникам мы должны около 500. Правильно? Правильно. Ну, так все просто. Давайте эти 500 миллионов отдадим бюджетникам. Правильно? Неправильно. Этих денег уже нет. Как нет? Ну, вот так вот. Их распилили. В том смысле распределили между ведомствами. Повысили зарплату депутатам, министрам. Помощников у них меньше. Соответственно, работать они будут больше. Юрий Иванович, перестаньте. Они работать больше не будут. В принципе, распределили. Куда кафе? Туда. Василий Петрович, а растраты на переезд? А ремонт? А прокладка спецсвязи? А велодорожки сюда? Обратно? А сами велосипеды? Два кофе? Что два кофе? Ну, вы будете кофе? Да. А тортик? Нет. Ну, правильно. Будем экономить. Новая реформа вызвала одобрение всей страны. Но мне стало интересно, действительно ли депутаты выполняют закон Голобородика? Вот, например, вице-спикер Головко и правда пересел на экономичный вид транспорта. Как видим, вся политика Голобородика – чистой воды популизм. Дешёвая сказка для народа, призванная пустить пыль в глаза, создавая иллюзию реформ и перемен. На самом деле, Голобородика… Я сам удивлён. Голобородика… Основные принципы остались неизменны. Горячо произнесённая речь президента в парламенте лишь ненадолго отвлекла внимание народа от насущных проблем. Но уже сегодня мы вспоминаем о том, что учителям, врачам и другим бюджетникам не платят зарплату второй месяц. Я уже не говорю о других проблемах Украины. У меня банально не хватит на это и тюрьмо времени. Но, похоже, Голобородика интереснее заниматься переездами, а не дорогами, безработицей и коррупцией. Василий Петрович, ну, это дешёвая заказуха. Бога ради, не берите в голову. Эта ведьма пидала кровью у всех карантов. Ну, как говорится, собака лает, а караван идёт. Идёт, да не в ту сторону, я верю. Всё какая-то показуха. А нам нужны реальные изменения. Я тоже считаю, всех этих политимпотентов давно пора отправить на кладбище истории. Да. С кого начнём, Василий Петрович? Видимо, с вас. Не понял, с меня? Да, простите. А я-то думаю, всё у меня с утра суставы всё ломит. Ну, прям как чувствую. Извините, пожалуйста, поверьте, ничего личного. Просто я подумал, что вы и ваши соратники, вы находитесь у руля уже около четверти века. И какие изменения? Ну, честно. Изменений ноль. Реформ ноль. А с учётом внешнего долга, можно сказать, даже жирный минус. Вы находитесь в какой-то параллельной реальности. Народ лает, а бабло идёт. Видимо, такой девиз. Может быть, не у вас, а у ваших коллег. Обратите внимание, кто вокруг нас? Кто питается в этой столовой? Секретари? Помощники? А где депутаты? Я думаю, у них вообще нет времени на еду. Они беспрерёмно работают. Ну, перестаньте, Юрий Иванович. Что вы их защищаете? Мы с вами не у Шустро. Нам действительно нужны другие лидеры. Ментально другое руководство страны. Ну, хорошо. Предположим, это так. Ну, позвольте узнать, а вы где их возьмёте? Себя будете клонировать? Ну, почему себя? Как любая серьёзная организация, мы проведём открытый конкурс. Жёсткий отбор. Ну, что смешного? Просто смешного, да. Да, ну, хорошо. А вы не думали, Василий Петрович, что менять всех сразу тоже неправильно? Может, всё-таки сплав молодости, опыта? Я думал. Мне кажется, это, знаете, как смешать молоко с огурцами. Простите. Василий Петрович, вы на политической кухне человек, но вы попросту можете не знать, что нельзя вот так вот взять, одним махом, очеркнуть, скажем, из меню. Голубцы, деруны и галушки. Почему? Они обидятся. Кто? Голубцы. Строют проплаченный пикет. Галушки начнут блокировать пищевод. Я уже не говорю про деруны. И, мне к столу, сказано, резко вдруг запахнет импичментом. Вы мне угрожаете. Юрий Иванович, или вы считаете, что депутаты не проголосуют за иллюстрацию? Василий Петрович, я не считаю. Я, как лидер большинства, вам это гарантирую. Ну, вы меня поймите. Хотите менять, меняйте. Ну, бога ради. Просто немножко умерьте ваши аппетиты. Ведь так можно и обожраться. Хорошо, Юрий Иванович, что вы предлагаете? Ну, давайте сделаем так, чтобы, как говорится, и волки сыты, и портфели целы. Вы оставляете старый Кабмин, но берете людей по своим квотам. Что ж мне достанется? Министр иностранных дел, министр обороны. Плюс глава Национального банка, фискальные службы и СБУ. И вот за эти кандидатуры большинство проголосуют единогласно. Клянусь мандатом. Приятного аппетита. Спасибо. Василий Петрович, указы проведения открытого конкурса по вашим квотам. Уже? Давайте. Копии направляю всем департаментам. Да, и, видимо... Психологи, полиграфологи и прочие специалисты приглашены. И еще, наверное... СМИ уже в курсе. Сегодня вечером на всех каналах и соцсетях сообщат о конкурсе. Думаете... Уверена, желающих будет уйма. Думаю, что на следующей неделе мы можем начать отбор. Угу. А... Сколько не тратить бюджетные деньги, я думаю, что конкурс стоит провести у нас. Да. Белла Рудольфовна, а... Кофе на столе. Что-нибудь еще? Нет. Спасибо. Спасибо вам за все. И спасибо за рубаху. Держите. Даже не знаю, что бы я делал без вас. Это пустяки. Однажды третьего президента пометил голубь. И это было за две минуты до встречи с Клинтоном. С тех пор я готова ко всему. Спасибо еще раз. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А... Мам, и не забывайте демивитамины давать, хорошо? Синие до еды, красное после. Хорошо. Не волнуйся, Оленька, может, я не понимаю, что... Ну, все, пойду я. Вася ждать не буду. Угу. Привет. Здравствуйте, Василий Петрович. Ну ладно. А-а-а! Вы видели? Меня только что сам президент поцеловал. Это надо срочно заответить. Сыночка, радость моя. Как твои дела, дорогой? Все хорошо. Мой хороший. Димочка, папа пришел! Привет, пап! Здорово! Красавчик! Сколько сегодня? Дай посчитаю. Раз, два, три. Все мои. Все твои, конечно. Так, руки нам перед едой надо мыть. Оленька, может быть, останешься с нами поужинать, а? Вообще-то я на ужин и иду. У меня свидание. Жаль. Петя, Петя, девочки! Вася пришел ужинать! Свидание. Угу. У нас немного. Домофон починить, качели покрасить. Если хочешь, могу. А там домофон починить. Вась, расслабься, ладно? Я из-за одного домофона тебя целый месяц не выдержу. Ну все, я побегу. Второй раз целовать не буду, а то страна не простит меня. Давай. А, да, и еще. Господин президент, если можно, не показывайте своему ребенку вот этих ваших документалов про месопотамию. А то он потом плохо спит. Хорошо? Есть. Ну все. Дюмку заберу в понедельник. Пока. Пока. Как в понедельник? Подожди. Куда это ты собралась до понедельника? Господин президент, вообще-то такие вопросы не тактично задавать молодым незамужним женщинам. Слушай, Голобородька, все тебе расскажи и покажи. На дачу меня пригласили за город. Адвокат. Молодой, симпатичный. Кстати, с квартирой. СМЕХ СМЕХ Симпатичный кобель. Слушай, знаешь, ой, боже мой, это собака подруги. Ну а вот адвокат. Красавчик? Собака мне понравилась больше. Слушай, Голобородька, тебе все равно кого твой сын будет назвать папой, да? В смысле? Да шучу я, Вась, расслабься. Все, пожелай мне удачи. Пока. Удачи. Пока. СМЕХ СМЕХ Дима, за стол. Ты куда? Я за трех сволкометром. Только быстро! Все нормально, сынок? Все нормально. Проходи на другой, моя радость. Мы тебя так ждали, все горяченькое, вкусное за столом. СМЕХ СМЕХ Вы еще здесь? В смысле? Я думал, уже разъехались. Куда? Да кто куда? Кто в Межигоре? Кто Бранцовский дворец? Может быть, даже Синегора? А там что? А там, говорят, президентский дворец пустует. Что ж добру пропадать? Да, папа? Ой, Вася, ну может, хороший же, а? Хороший. Это... Не, ну правда, ну чего, все все поняли. Как, говорится, признали ошибки, осознали вину. Картошечку, вот? Одну. Вот. Вы же захотелось пожить по-человечески к нему. Пожили? Ну куда, ну вот раскатали кубу и закатали ее обратно. Хватит. Хорошо, все. О, голубчик, голубчик. Все, проехали, проехали. Ну проехали, Вась, проехали. Так что предлагаю считать инцидент исчерпанным. Ну давай считай так. Так что, может, мировую? По рюмочке? Какой по рюмочке? Я пиво купила. Пиво? И тараню. Мать не понял. Что за праздник? Ну футбол вроде. Одна четвертая полуфинала. СМЕХ СМЕХ Как же я это забыл! Так, где пульт? Добрый вечер, Украина! Добрый вечер! А это что? Так это кредит. Сыночка, как все на общих основаниях. А я поручителем выступила. Да, я правда без планшета, но зато у нас теперь есть фазма. Я буду с ней в универ ходить. Вот. Ну ладно, я тогда тоже в доле. СМЕХ Так, мать, неси пиво! СМЕХ 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 Начинается! СМЕХ Опа! Смотри, это мой транспорт. Круто! Тоже в кредит? СМЕХ 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 Кто-то не светит, потому что ты судье отлистал? Можешь подумать, ты ничего не отлистал. Отлистал? Ну подыгрывает почему-то твоим. Правильно, потому что я отлистал чуть больше. Конечно. Господа, у нас все-таки гость. Добрый вечер, господа. Добрый? Какой он добрый, Юра?! Ты мне вообще объясни, что происходит? Ну происходит то, что вы профукали игру. СМЕХ Шутишь. Смелый очень. Большим человеком стал. Михаил Семенович, не кипятись. Юрий Иванович как-никак наш партнер. Так что давайте уважать друг дружку. Давайте. Давайте спросим уважаемого Юрия Ивановича, почему это Голобородько назначает своих людей? Миша, не надо кричать. Я действовал по ситуации. Голобородько вообще хотел уволить весь Кабмин. Так что мы отделались малой кровью. Какой малой, Юра? Это же ключевые посты. Ну, пусть у мальчика создастся иллюзия, будто он что-то меняет. Пусть немножко поиграет в демократию, реформы. Но я надеюсь... Конечно. В конечном итоге будет так, как нам надо. Для этого я там и сижу. Миша, пусть каждый занимается своим делом. И парочку хороших нападающих все-таки купите. Сороковая минута. Странно. Ну и где же Гол? Гол! А что вы говорили? Гол! 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 Скоро будем лучше жить. Соседям одолжить. Сможем, если выберем его. Деньги отложить. Накопить на пенсию детей. На отдых. Ведь он придет и так коррупции. Все подпих. Ау-ау-а. У нас будет слуга. У нашего народа наконец-то. Ура! Ау-ау-а. Наш собственный слуга. Встречаем вас странно по обоим берегам. Слуха народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова